Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов В случае, если в результате пала травы возник пожар с причинением ущерба имуществу или вреда здоровью людей, то сумма штрафа для частных лиц может вырасти до полумиллиона рублей и привести к лишению свободы. По ситуации с прошлым годом, на 7 апреля 2023 года пожарные в регионе совершили 180 выездов на тушение сухой травы. Основными причинами тогда были неконтролируемый пал и детская шалость. В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего мужчины. Произошло преступление в сентябре прошлого года. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемому 47 лет, он житель Москвы. Задержали его при силовой поддержке Росгвардии. Удар вот так вот. Сколько ударов вы нанесли? Ну, 10, наверное. Деревянной палкой так бил своего племянника, говорят следователи. Причем каждый удар в голову. Причина такого поступка – ссора на фоне алкогольного опьянения. Сидели дядя с племянником, выпивали на даче. Произошло все 6 сентября 2023 года в деревне Кобылинка Клебяковского района. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый вывез тело племянника за пределы населенного пункта и закопал. Орудие преступления сжег. Через неделю после убийства подозреваемый приехал и тайно проник в дачный дом своей матери, расположенной в Брестской области, где оставил ноутбук и другие личные вещи племянника, создавая иллюзию, что молодой человек жив и заезжал в дом бабушки. Иллюзию удалось создать только на первое время. Изначально мужчина говорил, что племянник уехал из дачи с некими неустановленными личностями и пропал. Версию эту опровергли следователи. Задержали мужчину в столице. Работали вместе сотрудники регионального уголовного розыска при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. Подозреваемого доставили в Рязанскую область для проведения следственных действий. Следствию удалось достоверно установить обстоятельства исчезновения потерпевшего. Подозреваемый в убийстве задержан и дал признательные показания, указав место сокрытия тела племянника. На основании ходатайства следователя подозреваемому избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. 31 марта 1993 года образован ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области. За время существования подразделение постоянно выполняет оперативно-служебные задачи на территории Рязанской области, а также других субъектов Российской Федерации. Сотрудник подразделения ОМОН с позывным «Барс» в отряде уже два года. Говорит, пришел с началом специальной военной операции, не смог остаться в стороне. Да и давно мечтал здесь работать. Ожидания были большими и, говорит «Барс», они оправдались. В этом году ОМОН «Вятич» исполнился 31 год. Примечательно, что дата образования отряда – 31 марта. Сразу после образования в 93-м ОМОН выехал в служебную командировку в Северную Осетию. В декабре 94-го вместе с другими отрядами штурмовали Грозный. Рязанцы выполнили задачу без потерь. Сколько всего было командировок за более чем 30 лет, не уточняется. Однако задач, которые выполняет отряд, хватает. Контртеррористические операции, охрана общества, порядка общественной безопасности, а также объектов, прилижающих обязательно охране, сотрудников войсков и гвардии. Ну и задачи, естественно, непосредственность командировки – это зона проведения специальной операции. Отряд и сегодня приглашает на службу граждан страны от 18 лет на должность полицейский боец. Ежедневно с личным составом проводятся занятия по организации общественного порядка, проводятся стрелковые тренировки, тактика-специальная подготовка, тактическая подготовка, занятия по различным службам, таким как медицинская подготовка, подготовка по связи, инженерно-саперная подготовка. Вообще скажу вам, что сотрудник ОМОН Вятич – это, можно сказать, многопрофильный боец, который должен знать и который уже знает много различных дисциплин, универсальных, так скажем, солдат. За более чем 30 лет сотрудники рязанского ОМОН Вятич больше 300 раз награждались государственными наградами, в том числе Орденом за личное мужество, Орденом мужества, Медалью за отвагу. Только с начала 22-го года сотрудники ОМОН Вятич удостойны государственных наград за участие в специальной военной операции. Рязанские футболисты заняли первое место в турнире MCL Pro. Соревнования проходили в период с декабря 23-го по февраль 24-го года под эгидой Московской Федерации Футбола. С победой юных спортсменов поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Крытый футбольный манеж в Рязани открыли в конце октября 2023-го. Долгожданного события ждали два года. До этого юные спортсмены тренировались на стадионе «Спартак». Сейчас на самом крупном манеже в Центральном федеральном округе. По словам самих спортсменов, этот комплекс удобен тем, что играть здесь можно в любое время года и в любую погоду. Кстати, ребята уже могут похвастаться впечатляющими результатами. Команда спортшколы Олимпийск 2009 года рождения заняла первое место в турнире «МСЛ ПРО». Ребята все получили огромный опыт. Они счастливы и несчастливы. Еще, наверное, может быть, неделю будем радоваться. Восемь играли, да? Девять. Выиграли восемь. Восемь выиграли, да. На втором туре поражение. Ну и дальше сделали выводы, забрали соперника. Молодцы. Так сказать, поехали на полную хору. Результат отличный. Молодцы. Глава региона вручил подарки игрокам, проявившим себя на турнире. О всей команде футбольные мячи, пожелав ребятам дальнейших побед. Губернатор ответил, мне приятно. Около семи лет я занимаюсь футболом. На данный момент планирую, естественно, с футболом. И ничего, кроме футбола, у меня сейчас в голове нет. Наша задача, чтобы они, в первую очередь, развивались. Настраиваемся всегда на хорошую игру. Чтобы ребята выкладывались по полной. Старались. Стараюсь их мотивировать, опять же, на сто процентов. Конечно, дело не только в мотивации, но и в регулярных тренировках. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России по футболу. Соревнования пройдут уже в конце мая. По словам министра физической культуры и спорта Владислава Фролова, загрузка манежа на данный момент составляет 90%. В ближайшее время здесь начнут работы по улучшению освещения и установке видеонаблюдения. Есть даже планы на перспективу увеличить число посетителей для дальнейшего развития манежа. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спонсор программы «День города» – выставка продажей «Край рыбы Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. Индексация пенсий, правила сдачи экзаменов на водительские права и единая система страхования. С апреля россиян ждет сразу несколько изменений, а далее расскажем, какими именно будут эти обновления. Ежегодно 1 апреля индексируют социальные пенсии. В этом году на 7,5%. Напомним, социальные пенсии назначают детям, потерявшим одного или обоих родителей, людям с инвалидностью и пожилым людям, которые не набрали достаточно стажа, чтобы получить страховую пенсию. Размер такой пенсии зависит от категории получателя. Также апрельская индексация коснется отдельных категорий федеральных льготников, в числе которых военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Традиционно 1 апреля начинается весенний призыв на срочную службу в армию. На днях Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, призвать на службу весенний призыв 2024 года должны 150 тысяч человек. Напомним, что в этом году правила призыва изменились. Подняли предел призывного возраста с 27 до 30 лет. Еще одно традиционное событие апреля – запись в первый класс. Так, первый этап продлится до 30 июня. В этот период в школы зачислят детей, имеющих первоочередное, внеочередное и преимущественное право зачисления, а также детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Возможность же выбора школы появится 6 июля. Подать заявление можно будет при наличии мест в школе. Направить документы для зачисления ребенка в первый класс можно через единый или региональный портал и госуслуг, заказным письмом с уведомлением о вручении или при личном визите в школу. Вступили в силу новые правила сдачи на водительские права. Так, с апреля не будут допускать к экзаменам тех, у кого есть административное нарушение за вождение в нетрезвом виде. Сдавать экзамен повторно можно будет через год. Плюс, по новому закону нельзя допускать к экзаменам тех, кто раньше был прав лишен. И теперь, если первые три попытки на экзамене человек провалит, то пересдача будет через полгода. Кроме того, вводятся новые правила для мигрантов. Водительские права будут действовать год, если получен вид на жительство или гражданство. Для получения же российского удостоверения потребуется пересдача теоретического экзамена в ГИБДД. С 1 апреля в России начинает действовать единая система страхования. Теперь все страховщики будут обязаны передавать информацию в автоматизированную информационную систему страхования. Сведения, находящиеся в этой системе, можно будет получать через госуслуги. Это касается в том числе данных о полисе ОСАГО. Также с апреля расширится перечень товаров, требующих маркировочного знака. Список пополнит красная и черная икра, а также отечественная и импортная одежда. Остатки товаров из партии, выпущенной до данного нововведения, можно будет продавать в России до 30 июня этого года. Также, начиная с апреля, никотиносодержащие товары, пивная и слабоалкогольная продукция в кегах должны быть промаркированы. Исполнение данного требования будет проверяться онлайн с помощью сверки системы «Честный знак». Товары, которые не пройдут проверку, будут запрещены. Выставка продажи икра и рыба Камчатская снова в Рязани, возле торгового центра «Премьер». На прилавке десятки морских деликатесов, а перед покупкой каждый из них можно продегустировать. Икра и рыба – настоящие сокровища Камчатки. Морепродукты вызывают постоянный интерес у покупателей и пользуются большим спросом. Копченую рыбку украсит как любой праздничный стол, так и в будни доставит исключительное удовольствие своим нежным вкусом. Красная икра лососевых рыб богата витаминами и минералами, полезными для человека. В ней содержится лецитин, который полезен для нервной системы и мозговой деятельности. Эти закуски всегда актуальны к завтраку и обеду. Чуча – это король, царская рыба, царица всех лососевых рыб. Чавычу любим, белорыбецу любим. И вообще все, что вкусно любим. И икру берем еще. Для профилактики и лечения вирусных болезней, которые весной особенно опасны, предлагают самые разные лайфхаки. В том числе особые диеты. По словам врачей, тяжелее заболевания протекают у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба, например, чавыча, которую еще называют королевским лососем. Много витамина. И полезный очень витамин D на М, да? Вот поэтому мы и берем. Самым богатым источником солнечного витамина является дикий лосось. На прилавках у продавцов представлено несколько десятков видов рыбы. В ассортименте чавыча, нерка, белорыбеца, палтус, тунец. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыба Камчатская работает у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 6 апреля включительно. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все производителя. С 1 по 6 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова